книга про таерея геннадия фаста в бога богатеете проповеди 2020 год кто мой ближний кому я ближний притча о добром самарянине евангелие от луки 10 глава с 25 по 37 стихи один иудейский книжник не потому что искренне искал и чаял царствие божие но человек профессионально живущий в религии и желавший как-то искусить иисуса этого как казалось странного проповедника из галилеи задает ему вопрос что мне сделать чтобы наследовать вечную жизнь выясняется что надо исполнять божью заповедь о любви к богу и возлюбить ближнего своего как самого себя вот о том бы и порассуждать так нет а кто мой ближний и спросил он это искушая иисуса дескать понятно что надо делать добрые дела ближнему а вот кто мой ближний не все же подряд есть же и дальние тогда иисус произносит очень хорошо нам известную притчу он говорит о том что некий человек из иерусалима направился в иерихон дорог дорог по дороге попал к разбойникам те ограбили его сняли с него одежду избили и раненого с кровоточащими язвами бросили и убежали а тем временем в обратном направлении в иерусалим спешил священник ясно для чего чтобы там совершать службу и вот где-то в стороне священник увидел валяющегося избитого человека и поспешил дальше через некоторое время идет левит мы бы сказали сейчас сейчас дьякон он тоже спешит храм тоже спешит в иерусалим ему тоже надо на службу когда он увидел раненого человека как-то не смог как тот священник быстро пронестись он все-таки подошел посмотрел ну и пошел служба все-таки опаздывать нельзя после этого идет некий самарянин самарянин это в смысле национальном иудей не у иудеи не чистокровные они были и иудеями были пренебрегаем и в смысле духовном тоже самаряне были в расколе у них была своя община в самаре их вера тоже вроде бы в единого бога авраама и одновременно какая-то усеченная как сейчас бы сказали секта вроде верующие какие-то ненастоящие и вот этот самарянин уж он-то должен был пройти мимо ведь не той национальности и не той веры но подошел увидел несчастного и сжалился те тоже смотрели но поглядывали на часы пора в храм служба начинается богу надо молитву жертву приносить а этот сжалился достал из своего дорожного туиска вино елей ими полил эти раны обработал их а недалеко была гостиница еще и сейчас то место показывают самарянин взял пострадавшего отнес туда в гостиницу и сказал пусть он у вас тут будет дал два динария а если его пребывание будет дороже то на обратном пути я еще восполню не гоните его пусть он хорошенечко отдохнет и поправиться от своих ран здесь дальше господь задает вопрос который при внимательном чтении кажется не совсем правильно построен господь спрашивает своего совопросника скажи кто из этих трех был ближний этому пострадавшим от разбойников казалось бы вопрос надо наоборот задать кому из этих троих пострадавший был ближним однако господь спрашивает книжника то из этих трех был ближний этот вопрос книжнику неприятен он понял что зря затеял весь этот разговор с иисусом все как-то не в его пользу поворачивается ну конечно последний так вот иди и ты делай так же в чем суть основное значение притчи конечно же всем понятно надо проявить милосердие к страдальцам тоньше другая тема кто из этих трех оказался ближним попавшемуся разбойником книжник ведь не только не это спрашивал он задал вопрос а кто мой ближний господь же не отвечает ему кто его ближний наоборот спрашивает а ты для кого оказался ближним и оказался ли для для кого-нибудь кто из этих трех был ближним пострадавшим от разбойников мы тоже как тот человек и о жизни вечной помышляем и часто задаем сами себе вопрос порой и у других интересуемся а кто мой ближний вот это тот человек который я должен посетить или у него уйма родственников они пусть к нему и сходят вот это тот нищий которому я должен подать милостыню или он пропоется сам виноват что нищий то мой ближний это нам любопытно мы ведь не спорим что ближнего надо любить но только кто мой ближний и вдруг оказывается что это не вопрос вопрос не в том кто мой ближний а для кого я оказался ближним мы заинтересованы вопросом кто мой ближний а господь нас спрашивает для кого ты оказался ближним в нашей жизни бывает так у меня есть какое-то дело мне самому с ним справиться трудно и тогда я смотрю по сторонам а кто мой ближний кто бы мне мог помочь и потом я с досадой говорю никто мне помочь не хочет нет ближнего соответственно я свободен от заповедей любить некого любить потому что ближнего то нет мне была нужна помощь а никто мне не помог не вспоминаете никогда не было что вам никто не помог и как мы при этом были раздосадованы что нам никто не помог бывает что у нас является какая-то мысль идея мы ею увлечены и мы опять смотрим тоже мой ближний кто меня поймет кому то что мне интересно тоже интересно кто откликнется но вот это никому не интересно и тогда мы говорим меня никто не понимает не вспоминаете не было такого а меня никто не понимает вот у меня что-то есть значимое но меня не понимают а раз не понимает значит это не мои ближние значит я в общем-то свободен от западе их любить ведь любить ближнего надо ближний же меня должен понять они меня не понимают они хоть и рядом стоят но они недалеки бывает мы оказываемся в скорби как тот человек который попал к разбойникам и тогда конечно же мы ждем ну где же этот мой ближний который посочувствует как тот самарин жалится до мной который как тот самарин вынет вино или обработает мои раны да еще и в гостиницу меня отвезет да еще и заплатит за меня и пообещает что еще заплатит ну где же этот мой ближний не вспоминаете как долго мы его ждали и он так и не пришел но раз не пришел нам лучше любить то ближнего надо а ближнего не оказалось значит свободны не надо и напрягаться вот дорогие мы постоянно думаем а кто мой ближний кто мне поможет кто меня поймет кто мне посочувствует вопрос оказывается не в этом вопрос том а я для кого ближний кто из всех троих был ему ближний я для кого оказался ближним спрашивает иисус ведь вопрос кто мой ближний мы задаем порой испытывая искушая потому что ближнего надо любить они очень хочется вы никогда не ощущали что вас никто не любит не не было такого не вспоминаете а вот никто меня не любит или иначе нашелся человек такой хороший ну такой как надо отлично наконец-то а потом разочарование да не любит у меня я для него что есть что нет безразличен я ему господь иисус переводит стрелки он нас учит не искать ближнего а самому оказаться для кого-то ближним не ждать когда тебе помогут а самому кому-то помочь мы все ищем помощника а забыли поискать кому я могу помочь я да что с меня да много с меня очень много что с меня я жду чтобы меня поняли поняли но нет меня не понимают а ты кого понял ты все искал ближнего а ты сам кому оказался ближним а вот она меня не понимает ладно это ее дело что она не понимает а ты ее понял важно не то что она не понимает важно то что ты ее понял но она мне не сочувствует никакой жалости ко мне никакого милосердия а это не важно важно чтобы у меня было жалость. Чтоб у меня милосердие было к человеку. Ты постоянно ищешь любовь. Так вот, христианство, это же религия любви. Я буду искать любовь. Прихожу я на этот приход, там ее нет. И там нет. И здесь, говорят, есть. Ну-ка поищу я, кто здесь меня будет любить. А никого не будет. Даже и батюшка тоже. Скажи лучше, а ты где? На каком приходе? Кого любил? Вот это место, о которое внимательный человек, читая Христову притчу, немного спотыкается. Вопрос, кто мой ближний? А ответ, как бы наоборот. Внимательно читая Евангелие, мы замечаем, что у Господа Иисуса это бывает очень часто. Он отвечает, не сказать, что совсем не по вопросу, отношения не имеет. Имеет отношения к вопросу, но как-то не так, как нам надо. Не как нас в школе учили. Отвечаете по теме. На вопрос Иисус отвечает вопросом не совсем по теме. Так что есть над чем задуматься. Вот и здесь оказывается вопрос не, кто мой ближний, а вопрос, кому я ближний. Об этом сегодняшняя притча. И об этом сегодняшний урок. Ведь мы думаем, что несчастливы от того, что у нас не оказалось ближних, помогающих, любящих, сочувствующих, понимающих, но оказывается мы глубоко ошибаемся. На самом деле мы несчастны от того, что сами забыли кому-то оказаться ближним. Делайте дела, пока есть время. Аминь.